Более сотни участников съехались в Заречный на фестиваль естественно-математических и лингвистических наук «Битва разума». Очный тур собрал участников из Снежинска, Сарова, Лесного и Заречного. Позади два соревновательных дня, непростые задания по семи предметам школьного курса. Хорошо, что такие фестивали инициированы, проводятся и здорово, что за территорией Заречного осталось в нескольких городах участников. Это называется конкуренция. Я всегда радуюсь, когда есть конкуренция. Школьники выполняли задания по физике, математике, информатике, химии, биологии, географии и английскому языку, придумывали сценарии веселых и ярких переменок, участвовали в мастер-классах. Ученик Зареченского лицея номер 230 Егор Питиков стал победителем «Битвы разума» среди семиклассников. Я даже сам до конца не осознадел, что смог вообще войти даже в семерку лучших, потому что я планировал просто поучаствовать, просто посмотреть, какие мои силы, как я могу решать задачи, сравнить себя с другими ребятами из других городов. Среди восьмиклассников лучшей признана Анна Вяткина, участница из Сарова. Такой масштабный фестиваль, естественно, математических и лингвистических наук в Заречном прошел впервые. Но есть все шансы, что «Битва разума» еще не раз соберет талантливую молодежь в нашем городе. Я убежден, что это событие будет продолжиться, будет иметь жизнь в следующие годы. Я надеюсь, что нам удастся его выстроить таким образом, чтобы в нем было как можно больше количества участников, как можно больше количества городов. На следующей неделе наш город станет местом проведения новых интеллектуальных состязаний. В Заречном состоится очный этап конкурса экологических социальных рекламных проектов «Зато за здоровый образ жизни». Ксения Тризна, Игорь Вайдаков, телерадиокомпания «Заречный».